Здравствуйте! В эфире программа Крымлив. Программа о жизни в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске вы узнаете о таком. ФСБ России заявляет о ликвидации в Крыму агентурной сети Минобороны Украины. Заместителя председателя Межлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова увезли в больницу из зала суда. У него прединфарктное состояние. Украинский политзаключенный Александр Кольченко нуждается в лечении из-за сильной потери в весе. ФСБ России объяснила причины переполоха в Крыму. Якобы ловили украинских диверсантов. Сообщение с такой информацией было опубликовано на официальном сайте Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В сообщении говорится, что ФСБ предотвратило совершение в оккупированном Крыму террористических актов, подготовленных якобы главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Цель диверсии и террористических актов утверждает российская сторона дестабилизации обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти. ФСБ России утверждает, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа была обнаружена группа диверсантов в районе оккупированного города Армянск. При задержании террориста в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены 20 самодельных взрывных устройств с суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружия, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины. ФСБ России сообщает также о задержании украинских российских граждан, которые якобы участвовали в подготовке террористических актов. На данный момент они дают признательные показания. Одним из организаторов предотвращения терактов ФСБ РФ называет некоего Евгения Панова, сотрудника управления разведки Украины, который также задержан и дает свидетельские показания. Кроме того, в сообщении говорится, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины были осуществлены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые были предотвращены. В Генштабе Вооруженных сил Украины такое заявление Федеральной службы России опровергают. Спикер украинского Генштаба Владислав Селезнев в эфире Радио Свобода назвал такие заявления российской стороны провокацией. Четыре дня ФСБ выжидало, а потом появляется информация, которая курсировала в социальных сетях. Но буквально вчера представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сделал заявление, что на территории оккупированного Крыма ФСБ проводит антитеррористические учения. Вполне возможно, что это сообщение ложится в ту информационную составляющую проведения этих учений. И ночью 10 августа российская сторона разблокировала все три пункта пропуска в Крым. Сейчас на доме на границе с полуостровом небольшие очереди. Заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умерову в ходе судебного заседания стало плохо. Его увезли в больницу. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов. По словам адвоката, у Умерова поднялось давление, у него было прединфарктное состояние. Напомним, на этой неделе состоялось судебное заседание о принудительной психиатрической экспертизе в отношении Умерова. Подробности далее в сюжете. Госпитализация Эльми Умерова не остановила судью, которая удовлетворила постановление о принудительной психиатрической экспертизе в отсутствие самого обвиняемого. По мнению адвоката Николая Полозова, это грубое нарушение со стороны суда. По закону объяснил адвокат, суд обязан был объявить перерыв и до возвращения Умерова не имел права предпринимать каких-либо действий. Кроме этого, оккупационный суд Крыма допустил еще ряд нарушений. Среди прочего, суд провел часть заседания в закрытом режиме, не допуская людей в помещение. Я до сих пор считаю, что это дело в отношении Эльми Умерова является, безусловно, политическим заказом со стороны российской власти с целью дискредитировать как представителями жилиса крымско-катарского народа, так и в целом осложнить внутриполитическую остановку здесь, в Крыму. Учитывая последние события, работа ведется во всем направлении. Адвокат Эмиль Курбединов напомнил, что Эльми Умеров обжаловал само постановление о возбуждении уголовного дела против него. Соответственно, нет еще даже решения суда о том, что данное уголовное дело возбуждено на законных основаниях. По имеющейся информации, Эльми Умеров госпитализирован в КГБ Симферополя номер 7. Состояние здоровья удалось стабилизировать, сейчас он находится под наблюдением врачей. Крымский татар Обзор публичной части стратегии дал эксперт Эстонского института прав человека и член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Оливер Лооде. Она заключается в повышении узнаваемости крымских татар как коренного народа Крыма в западном мире, их позиционировании как части европейской цивилизации, создании глобальной сети союзников и партнеров, а также развертывании креативного подхода к ненасильственному сопротивлению российской оккупации. Крымские татары знают сегодня в мире больше, чем 2-3 года назад, но все-таки недостаточно. И это несмотря на некоторые такие медиа победы, как, например, победа Джамала в Евровидении, все-таки этих знаний о крымских татарах недостаточно. И особенно недостаточно понятия, что крымский татар – это коренной народ Крыма. Команда разработчиков стратегии представила публике видеоролик о крымских татарах, который сейчас демонстрируется на Западе. В нем крымские татары разных возрастов рассказывают о судьбе своего народа и его стойком желании освободить Крым, чтобы воссоединиться с Украиной, европейской культурой и ее ценностями. Они подчеркнули, что это желание отнюдь не новое, так как национальное движение крымских татар еще во времена железного занавеса пыталось прорубить официальную пропаганду и донести всему миру об угнетенном положении своего народа. По убеждению члена Меджлиса Эскендера Бореева, нынешняя стратегия – сочетание опыта прошлой борьбы и ее нового этапа, начавшегося после оккупации Крыма – это живой документ, который может стать частью государственной политики. Этот документ может стать частью внешней политики Украины. И однозначно, я думаю, что он будет полезным для Министерства иностранных дел. И мы сегодня уже сотрудничаем с Министерством иностранных дел Украины. И в нашем опыте есть совместное проведение сайд-эвентов или подготовка каких-либо международных выставок. И я думаю, что именно благодаря этому документу Министерство иностранных дел Украины в своей внешней политике сможет вынести какие-либо корректировки с учетом, скажем, тех экспертных пожеланий, которые отражены в данном документе. Авторы стратегии уверены, что организации, способные эффективно реализовать публичную дипломатию крымских татар, будет в первую очередь МИДЖЛИС. Участие других крымско-татарских организаций только приветствуется. Ожидается, что стратегия даст плоды уже к 2017 году. А далее в нашей студии будем говорить с Эминой Джапар, первым заместителем министра информационной политики Украины. Добрый день, Эмине. Добрый день. Ну, 9 августа традиционно уже с 1994 года празднуется День коренных народов. И Украина теперь тоже отмечает эту дату. И 9 августа этого года вами была презентована стратегия публичной дипломатии крымско-татарского народа. Что это и чем она поможет крымским татарам? Действительно, это такой полуофициальным образом уже и в Киеве отмечают этот день, когда Министерство информационной политики поддержало этот день и провело ряд мероприятий, как компания, которая проходила на спидгаслом «Три народа, один корень». В Крыму считаются официально признанными три коренных народа – Крымы, крымчаки и крымские атары. В рамках этого мы не только провели круглый стол, презентацию различных мероприятий, также представили стратегию публичной дипломатии, над которой экспертная группа работала около года. Это тот проект, который мы презентовали в сентябре 2015-го. Мы его реализовывали вместе с Эстонским институтом по правам человека. Над документом самим работало 4 эксперта, плюс, конечно же, проводились широкие фокус-группы. В общем, более 35-40 человек были включены в процесс разработки документа. Это и общественники, и правозащитники, и журналисты, и эксперты разной направленности. Документ о том, в первую очередь о том, чтобы о крымских атарах узнали больше. Причем целевая аудитория – это западный мир. Это мир, который принимает сегодня решения по Крыму. Причем задача этого документа… То есть документ состоит из закрытой и открытой части. Публичную часть мы распространили, она открытая, она есть в интернете. Там есть 6 задач, которые мы прописываем. Первое – это увеличение информации по информованности святовой по поводу крымских атар. Представление крымских атар как коренного народа, представление крымских атар как европейского народа, который разделяет европейские ценности, они являются террористами и экстремистами, как сегодня Российская Федерация пытается их показать через задержание представителей якобы Хизбут-Тахрир. Ну и, конечно же, создание такого себе клуба друзей. То есть пула стран, которые могут активно подключаться в защите прав крымскатарского народа. Вот об этом документ. Хорошо, кто его будет теперь реализовывать? В первую очередь мы его предлагаем как рекомендательное, как документ для Меджлиса Канскатарского народа, который является представительным органом этого народа. И даже с точки зрения всех международных документов, а это Декларация ООН по правам коренных народов, этот орган является официальным голосом всего народа сегодня. Орган в экзиле, орган работает на случайных умовах. Но сегодня представители Меджлиса и Зокрыма Голова Меджлису Дарьев и Чубаров не въездны в Крым. И поэтому сегодня через них осуществляется официальная политика по отношению к народу. Также мы его предлагаем общественникам и всем тем, кому эта тема, возможно, интересна. Ко всему прочему, я считаю, что сегодня украинская власть, она и владни, да, органы, они могут интегрировать это в свою работу. Ну вот, например, как и отмечают международные эксперты, да, это есть в описании части документа, что сегодня у Крымской Атар есть за счет того, что это мусульманский народ, потенциальная возможность сближаться, например, с арабским миром, да, или с мусульманским миром. А это, соответственно, открывает горизонты и для донорской поддержки, которой сегодня Украина очень нуждается, и для каких-то других коопераций. И этот фактор можно использовать, то есть не относиться, как раньше, к крымско-татарскому народу, как какая-то фобия большая, да, или как раньше видели в нас там турецких сепаратистов, а наоборот, интегрируя, использовать и налаживать сегодня мосты, например, в мире дипломатическом. И об этом тоже документ. То есть мы говорим о том, что крымско-татарский фактор не нужно воспринимать как кость поперек горла, а что это большой потенциал и возможность конвертировать это в международных отношениях, к примеру. Понятно. На этой неделе Крым также был в центре внимания из-за достаточно горячих событий. Российская Федерация заявила о том, что задержала каких-то украинских террористов, якобы, на стороне Крыма. Но понятно, что это абсолютно не террористы, абсолютно мирные люди. На ваш взгляд, Украина смогла донести до западных партнеров свою точку зрения, да, и свою картину происходящего, о том, что на самом деле Украина пострадавшая страна в этой стороне, а в этой ситуации, а Российская Федерация незаконно удерживает и граждан Украины, и территорию. Однозначно смогла, это даже слышно и понятно путем заявлений мировых лидеров, которые звучали там, да, через несколько дней после всех этих инцидентов, событий. Тут ведь на самом деле это лишь только проявление того, что произошло два года назад, да, с аннексией. Более 100 стран решением Генеральной Ассамблеи ООН не поддержали аннексию. Более 100 стран мира считают, что Крым – это Украина. И, в принципе, все остальные действия, которые будут воспроизводиться Российской Федерацией, провокационные, диверсионные действия, они точно так же будут отскакивать, как горох от стены, как мне кажется. Единственное, что в этой ситуации еще точка не поставлена. Мне кажется, что мы не понимаем еще логики всего этого, если вообще, в принципе, возможно понять, да, многие ведь и не ищут уже логики в действиях режима Путина. Мне кажется, что ситуация еще не развернулась до конца. Мне кажется, нужно просто выждать и посмотреть, что будет дальше. Кто-то говорит, что будет дальнейшая эскалация ситуации, кто-то говорит, что это для того, чтобы сорвать День независимости, кто-то говорит, что это лишь только повод для того, чтобы развернуть полномасштабную войну здесь, в Украине. Мы не можем, мы не гадалки, да, то есть мне кажется, нужно просто выждать. Спасибо. Эмин Эджипар, первый заместитель министра информационной политики Украины, была гостья нашей студии. Смотрите продолжение нашей программы через несколько секунд. Крымский политический заключенный Александр Кольченко, который отбывает наказание в российской колонии, переведен в федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение из-за дефицита веса. Об этом сообщили в фейсбук российская правозащитница Татьяна Щур, которая посетила его 9 августа. Правозащитница отметила, что критический дефицит веса был зафиксирован у Александра еще 4 месяца назад, когда он только прибыл под юрисдикцию челябинских тюремщиков. Почему они заинтересовались здоровьем Кольченко именно сейчас, остается только догадываться. По словам Татьяны Щур, она и другие правозащитники с разрешения Кольченко изучили его медицинскую карту. Врачи отметили, что анализы, которые сдал заключенный, показали отсутствие каких-либо отклонений от нормы. Они объяснили, что причин держать Александра в больнице нет и что он на данный момент уже выписан и ждет этапирования обратно в колонию. Но поскольку завтра ожидается визит в лечебное учреждение местного уполномоченного по правам человека Маргариты Павловой, то Александра решили задержать для встречи с ней. Правозащитник Николай Щур, который также посетил Кольченко в комментарии Громадскому, по скайпу рассказал, что Александр чувствует себя хорошо. И высказал две версии, почему здоровьем украинца начали опекаться тюремщики. По его мнению, такая забота была проявлена для того, чтобы попросту перестраховаться. Я полагаю, что где-то там наверху идет долгая борьба, переговоры и все прочее по возвращению Александра на родину к себе. И, может быть, наши тюремщики страхуются, все делают для того, чтобы представить Александра, что он здоров, что все с ним в порядке. А с ним на самом деле он здоров и с ним на самом деле все в порядке, но они это еще официально подтверждают. Правозащитник добавляет, Кольченко могут готовить к встрече с украинским консулом в Екатеринбурге. Мы общаемся и сегодня общались с генеральным консулом Екатеринбурга, Украины, который находится в Екатеринбурге. Я ему рассказываю, какова ситуация с Кольченко. Он мне дает какую-нибудь информацию о том, как продвигаются его дела по обмену. Вот, может быть, готовятся они к тому, что все-таки разрешат консулу посетить Александра. И поэтому они хотят, чтобы Александр предстал перед ним в лучшем виде. Напомним, что Верховный суд Российской Федерации отказал Александру Кольченко и Олегу Сенцову в рассмотрении их кассационной жалобы на приговор Северо-Кавказского окружного суда. Вы смотрели программу «Крымлив», ее провел Александр Ленковский. Увидимся через неделю.